Танцы с фашистом Где рассказывают про отношения этого самого Николая и балерины Матильды Кшесинской Так сразу начались проверки Фильм еще не снят, поэтому ничего сказать о нем нельзя Но можно вспомнить историю Были ли отношения у Матильды и Николая Второго А также почему именно Николая так рьяно пытаются защитить Накануне ТВ рассказал историк Евгений Спицын Да, действительно, во времена Николая Второго Была ходячая версия, что Матильда Кшесинской была его любовницей Но дело в том, что она была фавориткой Николая Второго Когда он был еще цесаревичем Когда он не был женат на Алисе Гессендармштадской То есть Александре Федоровне Но когда он женился на Алисе То он стал примерным семьянином И в общем-то никаких левых похождениях замечен не был Несмотря на то, что фильм еще не снят И о нем можно судить в целом только по обложке Определенные круги, по словам Поклонской Уже обратились к ней с просьбой защиты имени царя Но почему именно к Поклонской? Поклонская, она принадлежит к тому сегменту нашей элиты политической Которая по не вполне понятным мне причинам Является большой поклонницей того самого табора Который именует себя наследниками императорской короны Эти люди, которые вообще имеют очень отдаленное отношение К династии Романовых как таковой Они безусловно никакими наследниками Никакой династии Романовых не являются Это проект совершенно определенных и хорошо известных Западноевропейских олигархов, в том числе Ротшильдов Главное недовольство противников фильма так до конца и не ясно То ли им не понравился актер То ли они не хотят знать, были ли отношения у Николая с Кшесинской То ли просто не смотрели, но осуждают Да, Николай II канонизирован Но речь не о его страданиях Так о чем? Под флагом защиты монархии и православия Что вот, дескать, царь был помазанником божьим Опять и искажать историю Просто они хотят представить всех наших государь-императоров Особенно последнего в роли чуть ли не святого Постановление комиссии по колонизации Было четко указано, что они разделяют жизни Николая II На два периода и абсолютно не берут во внимание Годы его правления Не надо лепить из этого царя, который проиграл страну Некого традиции божьего, убитого проклятыми большевиками И так далее И потом она тогда не рьет крокодилье слезы По поводу невинно убиенного Иоанна Антоновича, Павла Петровича Александра II и прочих государь-императоров Которые приняли мученическую кончину Ответ простой Потому что тех грохнули свои же А этих, значит, грохнули большевики Но когда свои грохают, это нормально Это в порядке вещей А здесь надо облить большевиков В эфире была рубрика «Экспертное мнение» Специально для Накануни ТВ Подписывайтесь на канал Накануни ТВ И смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok